Дорогие товарищи, предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ казахского писателя Ролана Сейсенбаева «Старик и поле». В тот весенний день, когда в степи еще только расцветали цветы, он пригнал в аул первый трактор. Весь аул высыпал встречать его. Пешие, конные, мужчины, женщины, дети, старики, старухи. Никогда еще народ не оказывал ему большего почета и уважения, чем той предвоенной весной. Поодаль в сторонке стояла и она, Саулитай, радостная, возбужденная, с сияющими ласковыми глазами. На ней было синее платье и яркий цветастый платок. Он загляделся на нее, растерялся, и вместо того, чтобы остановить трактор перед бегущими ему навстречу людьми, нажал ручку газа. Люди бросились в рассыпную, а он еще скорости прибавил, сдвинул на затылок мерлужковую шапку и засмеялся. Как сквозь сон доносились до него крики людей, грозный оклик председатель Шенуржамал. А он видел лишь одну Саулитай. Она все смотрела и смотрела на него. Он махнул ей рукой, приглашая в машину, а она вдруг застыдилась, вспыхнула и закрыла лицо платком. Саулитай, ох, и хороша же ты была, девушка в синем платье, Саулитай. Акпан, 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 да ты что, оглох, что ли? Да так, вспомнился кое-что. Опять ты за свои шахматы уселся, теперь тебя от них не оторвешь. Раньше трактор был, а теперь шахматы. О, и книжками обложился. Курс? Дебюта? Ну, ты чисто ребенок, а ведь тебе уже 73 стукнуло. Да, 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 73 годочка, да. Это вам не баран чихнул. Хобби, милые хобби. Так, коня на Д5. Акпан, Акпан, да ты слышишь, что я тебе сказала? Директор пришел, поговори с ним по-человечески, а я пойду чай заварю. Я его не звал, пускай уходит, нужен он. Да ты спятил, что ли? Он и сам знает, что ты его недолюбливаешь. Ну, а раз знает, то пусть и катит своей дорожкой. Глупый, вздорный старик. Ас-салам, ага-лейкум. А вы, оказывается, работаете? Добро пожаловать, сынок. Проходи, проходи, располагайся, будь как дома. Акпан, собирай свои фигурки, давай, давай, собирай. Сейчас чай пить будем. Ничего, ничего, он скоро, не торопите его. У него ведь осталось там пустяк, всего три хода до конца игры. Играешь? Играл маленько. Акпан. Саулетай, не суетись тут. Чаем будешь поить, если он у меня выиграет, это всезнайка. Ой, как тебе не стыдно? Глупый, вздорный старик. Ну, расставляй. Вы же свою партию не закончили еще. Ничего, у меня времени много. Закончил. Это ты у нас, человек занятой. Так. Ну. Ты, я вижу, предпочитаешь открытые дебюты. А что, разве нельзя? Нет, можно, конечно, можно. Разве я что-нибудь говорю, можно. Раздор между ним и новым директором начался в эту зиму, когда два тракториста чуть не погибли в горах, застегнутые бураном. И эту беду старик целиком относил на счет директора. Вот уже 10 лет, как вышел Акпан на пенсию, но в разгар посевной и во время уборки он чуть не каждый день приходил в ремонтные мастерские. Он не ворчал на молодых механизаторов, не поучал их, как это любят делать нудные старики. Он молча занимал свое место у старого верстака и выполнял ту работу, которую считал первостепенной в тот или другой день. Точил, клепал, паял. Соулитай, зная, что до вечера его не вытащишь из мастерской, посылала ему с соседским мальчиком обильный обед, которым он непременно угощал всех своих друзей, расставив еду на обломке старого кузова от полуторки. И все любили старика, и все уважали его. И механик Мержакуб, и главный инженер Баткен не начинали ремонта, не посоветовавшись со стариком. А вот директор совхоза наплевал на него, дал приказ перегонять трактора, забыв спросить его совета. И вот результат. Два молодых парня чуть не погибли. Ваш ход, Аксакал. Торопит противник признак невоспитанности, дорогой мой. Запомни это. Или того лучше в книжечку себе запиши. Я только хотел вам напомнить, Аксакал. Слушай, я не дурак, сам вижу. Так. А я вот так. Славно, сынок, славно. Стараемся. А вот счетоводы твои из бухгалтерии плохо играют. Из рук вон плохо. Зато считают хорошо. Хожу. И я хожу. Так. Черт, я где-то ошибку допустил. Совсем ты меня прижал. Нет, человек, который не ошибался бы. Аксакал. Ах ты. Так. Вам шах, Аксакал. Ну, что ты шумишь? Ну, чего шумишь? Будто с глухим играешь. И еще шах. А это уже похоже на мат. А парень, может, не стечай? Я его заслужил. Вот так противник. Вот так джигит. Свой, видать, парень умный. Сообразительный джигит. Старик, прислонившись к стене, все еще смотрел на доску. Он впервые играл с таким умелым игроком и, казалось, только теперь понял, что директор неожиданно выиграл у него. И хоть брала старика досада, он чувствовал огромное удовольствие от этой игры. Аксакал, а я ведь пришел прощения просить за свою ошибку, за свою, можно сказать, глупость. Да ладно, не будем об этом. Казахи, чтобы просить прощения у старших, зовут их в гости, собирают той, и там просят прощения. Да вы бы ведь не пошли, если бы я пригласил. Я ведь ваш нрав уже знаю. Это верно. Да, ну а другое какое у тебя дело? А откуда вы узнали, что у меня к вам еще есть дело? По лицу вижу. Да, Кейв. Хотели мы Аксакалов на сынокос собрать? Ну и в чем дело, собирай. Да не очень-то они собираются. А у нас, сам знаешь, такое горячее время, любая помощь нужна. Да. Ну что ж, ладно. Ладно, я организую. Когда выходить надо? Да хоть завтра. Хорошо. Большое спасибо вам. Что мне твое спасибо? Сбери его себе. Я для Ула работать буду, а не для тебя. Как всю жизнь работал. Я и Бакир. Мой старый друг, верный мой друг Бакир, в этом году впервые не смог ты к началу посевной выйти. Болезнь тебя доняла. Эх, Бакир, Бакир, что ж ты сдаешься? С войны вернулся весь израненный, но живой, здоровый. А ты помнишь, как я приехал с фронта, и ты даже не смог меня встретить? Тогда тоже была посевная, и ты единственный кузнец в Чингистау работал с утра до ночи. А помнишь те огромные чемоданы, которые я привез, а? Ну, и тяжеленные они были. Два молодых парня на силу их подняли. Все умирали от любопытства. Что за трофеи я привез из Германии? А когда узнали, то смеялись и жалели бедную Саулетай. Только ты один по-настоящему обрадовался. И каких только винят, и болтиков там не было. Эх, видели вы, люди, наши лица, когда мы бережно раскладывали по полкам в своей мастерской драгоценные запчасти. И пригодились же они нам. Да. Многое, многое мы можем мы с тобой вспомнить. Акпан, ужинать будешь? Что? Ужинать, говорю, будешь? Краны еще. Вот что, Саулетай, я, пожалуй, схожу Бакир на вещу. Болеет он очень. Бедный Бакир. Весь свой век работал, себя не жалел. А дети все по городам разбрелись. И остался он на старости лет один одинешенек. Но Акпан уже не слушался у Саулетай. Мысли о Бакире, о директоре, о Синакосе, еще какие-то новые, даже не вполне осознаваемые им, мысли вот об этом небе, о своем ауле, об этой привычной дороге, о земле, сменяя одна другую, проплывали в его голове, пока он шел к Бакиру. И, казалось, видимой связи между ними не было. А ведь Бакир всегда защищал директора, когда я на него нападал. И вот весной тоже спорили мы с ними за него. Молодой, говорил, горячий, не все умеет, но знающий. А главное, совесть у него есть. Что ж, выходит, прав был Бакир. Акпан остановился. Непонятно, как ноги сами привели его сюда, к колхозному полю. Вот оно, до самого горизонта протянулось, чуть колышется под ветром. Он долго до боли в глазах все смотрел и смотрел в зеленоватую, густеющую даль. И вспомнилась ему вдруг Айша, та женщина, которую любил Бакир. Он видел ее только один раз и никогда, никогда не говорил о ней с Бакиром. Тогда, после войны, многие в ауле судачили о таинственной любви кузнеца Бакира. Потом сплетни поутихли. А в один из жарких дней, в самый разгар уборки, в дверях их мастерской появились двое. Молодая женщина и худенький мальчик, которого она крепко держала за руку. Акпан, как завороженный, смотрел на утомленное печальное лицо женщины, на ее сияющие глаза. А потом он подошел к мальчику, взял его за руку, и они вышли из мастерской. Через раскрытую дверь мастерской виднелась широкая и ровная степь, дышащая спокойствием и добротой. Жаворонки радостно запевали, а дрожащая Марьева на горизонте все колебалось и колебалось, как бы напоминая двум одиноким людям, что недолго человеческое счастье, не вечно радость, как эта Марьева степное, от середины знойного утра до полуденной жары. И они молча глядели на это бескрайнее, трудовое послевоенное поле, и души их наполнялись тишиной и покоем, и они дорожили этой тишиной, этим покоем, как солдаты дорожат минутной передышкой перед жестокой атакой. Хочешь, я тебе крепкую рогатку сделаю, а? Нет, лучше сделаем солдата с автоматом. Зачем мне рогатка? Смотрите, как я умею. Хм, а ты молодец, молодец. Кто тебя научил? Баки рога. Я тоже буду кузнецом, как он. Дело. Ты, я вижу, вполне не самостоятельный джигит. А как же? Я ведь один у мамы. Вот скоро с фронта отец вернется. А у тебя солдатики лучше получаются, чем у меня. Неправда. Ваши красивее. И все-таки Баки рога делает их лучше, чем вы. Я вот, правда, не знаю, мой папа умеет делать солдатиков или нет. Умеет. Я тебе точно говорю. У него руки сильные, ловкие, сам он высокий, красивый. Правда? А вы откуда знаете? Ну, я его еще до войны знал. А потом, потом смотри, смотри, какие пальцы у тебя. Смотри, ловкие, понятливые. Это значит, ты в отца пошел. Вы правду говорите? Чистую правду. Тогда поклянитесь хлебом. Клянитесь хлебом. Клянитесь, если правду говорите. А то я вам не поверю. Клянусь. Хлебом. Клянусь хлебом, что я знаю твоего отца. Акпан почувствовал глухую боль в сердце. Он провел рукой по глазам. Они были влажными. Долго-долго глядел он тогда вслед женщине и мальчику. Абакир все шел и шел рядом с лошадью, увозивший их за горы. Никогда, никогда не говорил Акпан об этом с другом. Боялся растревожить его боль. Стар, становлюсь слабею. Да, такое было время. Сколько вдов, сколько коллег и сирот. Все война проклятая. Много мы с тобой пережили, Абакир. Никогда не щадили мы себя. Так неужели же сейчас сдадимся, дадим одолеть себя болезням? Нет, нет, мы еще не все отдали этой земле, ненаглядной моей. Полю этому народу мы еще нужны, Бакир, еще нужны. Дневная жара уже спала, луна еще не взошла, и тьма окутала теплую, нагретую за день землю. Они сидели на колючей стерне, молчали, тихо разговаривали и опять молчали. И тогда Акпан слышал тяжелое дыхание Бакира, от которого у него сжималось сердце. Мотор мотор ему сам регулировал, так что если корпус не потеряет, лет десять еще без ремонта поездит. Вот так. Это тебе не клячь, на который, помнишь, после войны ездила наша председательница Нуржамал. Что ж, время идет, идет. Вот уж и не колхоз у нас, а совхоз. время идет, состарились мы. Да, ты прав. Тело стало дряхлым, к земле клонит. Это правда. Только сердце, сердце проклятое не считается с этим, а, Баке? Все так же трепыхается. Лето уже на исходе. Да. Надо бы в Баканас съездить. Так далеко ведь не осилишь. Далеко. Когда-то я вечером на коня садился, ночь ночевал в Баканасе, а утром снова в аул возвращался. Далеко. Когда-то все было близко. Ты что же напрямик через ущелье скакал? Нет, через гору Махас. Молодой был, не знал страха. Там кабанов кишмя кишит, а я без оружия. А сейчас вот... Что? М? Попрощаться хочу. С ней? С ней. Моги ли ее поклониться? Может, простит меня? Хочется ведь умереть спокойно с чистой совестью. Знаешь, она ведь сама не хотела, чтобы я к ней ушел. У тебя же пятеро детей как же можно, говорила, как людям в глаза глядеть будем. А я так по ней тосковал, так тосковал. Иной раз чуть не волком воешь, только в кузнице отходил. Она все жалела меня, не себя, а меня. Сколько, говорит, горя я тебе принесла. А, вот как в жизни бывает поклониться бы ей, посидеть бы у ее могилы, сказать, что я мизинца ее не стоил, что она была великой женщиной Чингистау всей степи. Однако не доехать мне на лошади. Сильно ослаб я. А ты попроси у директора машин. Не могу. Не могу просить у директора. Незачем его тревожить. У него сейчас своих забот хватает. На один день всего. Нельзя, браток, нельзя. Что ты заладил, нельзя, да нельзя. Директор хороший парень, я его раскусил. Ты был прав. Неужели же мы такой мелочь не заслужили, а? Ну, хочешь, я сам ему скажу о меня уважаемых. нет, не надо. А тебя я вот что прошу. Ты помоги ему, поддержи советом, заботой, вниманием. Он ведь, можно сказать, только жизнь начинает. Бакир умер в конце лета, в погожий теплый день, когда опустевшие поля готовились встретить осень. похоронили его на высокой сопке недалеко от кузницы, в которой провел он большую часть своей жизни. Люди давно уже спустились с сопки и направились по домам. Акпан опустошенный, поникший, сдерживая все время подступавший к глазам слезы, остался один. Вот и нет тебя. Нет кузнеца Бакира, нет больше друга, нет опоры, один и остался. Человек многое может. Он побеждает страх, обман, подлость, себя побеждает. Но может ли он победить судьбу? Неужели столь слаб человек? Или все-таки есть в нем сила? Кто знает? Кто его знает? Мысли набегали одна на другую, то печальные, умиротворяющие, то горькие, как степная полынь. Его мягко тронули за плечо. Он вздрогнул от неожиданности, но тут же пришел в себя. Перед ним стоял директор совхоза. Акпана поразило его лицо. Таким он его еще никогда не видал. Поехали, Аксакал. Дома люди ждут. Не вернуть нам кузнеца Бакира, не вернуть. Спасибо тебе, сынок. Бакир был великий кузнец и хороший человек. Твоя добрая душа оценила его, и ты устроил ему достойные похороны. Дай тебе, Аллах, увидеть радость твоих детей. Сам не уставай. Живи долго. Народ благодарен тебе. Я не успел поговорить с ним. Все откладывал, не мог. Он и не догадывался, что я все знаю. Мучился. А ведь я знал, что он мой отец. Мать год назад умерла, просила не держать на него зла. Акпан молитвенно провел ладонями по лицу и посмотрел на директора. И вдруг узнал в этом высоком, широкоплечем мужчине того, того худенького мальчишку, с которым много лет назад жарким летним днем мастерил солдатиков. Ербал сын вот ты какой стал. А я вас помню, Акэ. Не солгали вы мне тогда. Раз такое забудешь, я тогда и понял, что честный человек всегда сильный, всегда сильный, Акэ. Вот и осень пришла. По утрам уже подмораживала, и воздух синел, а степь стала бурая, желтая, цветная. Акбан по-прежнему целыми днями играл в шахматы, то с зашедшими навестить его, то, и это чаще всего, с самим собой. Но теперь он иногда надолго задумывался над доской, и мысли его были далеко. Акбан, Акбан, ты слышал, что выдумал наш директор, чемпионат совхоза по шахматам. А когда заведующий клубом хотел его записать, он сказал, если старый Акбан будет играть, то мне там делать нечего, обыграет он меня, вот так и сказал, при всех. Самолетай, ты бы сходила к Ербалсину, ну, к директору, ты ему скажи, что старик, Акбан просит у него машину. Зачем тебе машина? На поле хочу посмотреть я. Может, в последний раз. Что ты, что ты, Акбан? Ступай, ступай. Да скорее пришли ко мне жаната. Мы с ним вчера партию не доиграли. иди с улета, иди. Нет, постой, постой. А помнишь, как я пригнал в аул первый трактор, а ты меня встречала в синем платье. Красивой ты тогда была. Помню, все, как сейчас помню. разве такое забудешь? Ну, иди. Иди. Я мигом, Акбан. Она ушла, а Акбан стал, не торопясь, расставлять фигуры на доске. Ничего, мы так легко не сдадимся. Нет. Нет, нас не так-то легко укротить. А? Акбан не сдадимся, не сдадимся, не сдадимся, не сдадимся, не сдадимся. Акбан выслушали инсценированный рассказ казахского писателя Ролана Сейсенбаева «Старик и Поле». Автор инсценировки Наталья Ярцева, режиссер Владимир Молков, музыкальный редактор Елена Носкова. Роли исполняли от автора, артист Владимир Шурупов, Акбан, артист Сергей Цейц, Бакир, артист Михаил Львов, Саулетай, артистка Наталья Ткачева, Ербал Сын, директор совхоза, артист Георгий Аболенский, Ербал Сын-мальчик, артистка Татьяна Курьянова, Акбан в молодости, артист Алексей Кузнецов. Передача подготовлена литературной редакцией.